Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь и это продолжение нашей карьеры за Зенит. Перед началом этого видеоролика я хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения летсплея на ютубе. Буду рад вас всех там увидеть. Ну и также мы продолжаем наш марафон. Как только под этим видеороликом вы набираете 10 лайков, я сразу же выпускаю следующий, так что дерзайте. Провалили, провалили мы в прошлом выпуске, как видите, Лигу чемпионов, вылетели из полуфинала, отлетев Баварии в дополнительное, причем еще и время. Хотя должны были и выигрывать. В основное, ну вот на 88-й минуте Бавария сравняла счет, перевела в допы и забила нам в этих как раз допах два безответных мяча. Я не знаю, стоит ли нам продолжать или нет. По времени, в принципе, до выхода FIFA 22 мы успеваем, скорее всего, за «Зенит» сделать еще один сезон. Тут как раз ровно осталось 4 недели, ровно такой месяц. Поэтому я, наверное, все-таки бы продолжил последнюю попытку в четвертый сезон. Сегодня у нас короткий будет выпуск, два матча против двух московских команд, это «Локомотив» и «ЦСК». Ну и все. И закончим на этом наш третий сезон. Давайте перейдем к игре с «ЦСК». Ну что же, вот таким составом мы выходим против «ЦСК». «Зенит» и «ЦСК», 29-й тур российской премьер-лиги. Поехали. Итак, «Газпром-арена». «Зенит» принимает «ЦСК». Мы уже стали трехкратными чемпионами России, поэтому просто доиграем два последних матча в российской премьер-лиге и будем готовиться к следующему сезону. И все, заканчивается матч. Нулевая у нас ничья против «ЦСК» дома. Ну и сейчас останется у нас последняя финальная игра, кстати, вроде тоже дома, только уже против «Локомотива». Пикфорд игрок матча. Итак, после 29-го тура мы все так же на первом месте и на 7 очков опережаем «Локомотив». Итак, нам пришло предложение по Дугу Сусантосу, кстати, из Манчестер-Сити, за 7 миллионов 300 его хотели подписать. Ему, кстати, ну 29 лет. Почему-то у них такая мания подписывать возрастных бразильцев. Вот как-то так. Так, скауты находят мне опорников теперь. Казимира, 31 нет. Так, Диавара. Кстати, интересный игрок из Ромы, 26 лет. Рейтинг, кстати, ну вот 82. Чисто, наверное, это как чисто под замену только Бариусу, потому что у него такой же буквально рейтинг, но только вот помоложе. Поэтому давайте вот так попробуем отправить. Нам бы хотелось там, я не знаю, 85, наверное, игрока какого-нибудь. Фаид. А, Зайд, извиняюсь, на Ф первый посмотрел. Зайд, ну тоже. За него вообще какие-то копейки нам нужно будет заплатить. Там филлион, наверное. Хотя нет, он стоит только, кстати, прилично. Давайте тоже, почему бы и нет, по возрасту и по рейтингу он там практически одинаковый, как и Диавара. Так что будем пока что между этими двумя парнями выбирать. Но пока что они оба у нас проходят. Так, Мерет, да, Мерет перейдет к нам. И все, выбираем сейчас опорника. Ну и переходим к последней игре. Первая строчка играет против второй, против Локомотива. Они нас выбили из Кубка России, из полуфинала. Поэтому мы у них забрали вот чемпионство. Хотя не только у них, мы просто гемонию устроили в чемпионате России в последние, так сказать, года. Поэтому я выйду просто стартовым составом. Это уже чисто мои личные такие притязания. Мне уже просто охота обыграть Локомотив и отомстить им за вот этот вылет из Кубка России. Поехали. Итак, Газпром-арена. Зенит против Локомотива. 30-й тур российской премьер-лиги. Финальная игра в сезоне. Поехали. И отлично. Какой галешник забивает сейчас Сердар Азмун с подачи от Малкома. Восьмая минута. Азмун выводит Зенит вперед. Вот так вот. Роберто Карлос, естественно, доволен. Смотрим еще раз. На этот момент здесь с рикошетиком таким мяч все-таки дошел до Малкома. Ну и какая хорошая передача. Перепрыгнул он Баринова, Сердар Азмун, и забил под самую перекладину. И 2-0. Вот так вот. Малком отдает уже вторую голевую передачу за этот матч. 39-я минута. Зенит делает счет 2-0. И Азмун делает счет 3-0. Громим локомотив у себя дома. Показывая на то, что вот так вот вам и надо. Надеемся, что в следующем сезоне без поражений выйдем хотя бы на внутренней арене. Азмун делает хэт-трик. 4-0. И все. Финальный свисток 4-0. Зенит разгромил локомотив, как и в реальной жизни в прошлом сезоне в конце. Азмун забил у нас хэт-трик. Ну, немножко отомстили. Немножко. Потому что локомотив уже не претендовал на чемпионство. Если бы это была бы еще финальная игра за чемпионство, тогда бы еще ладно. Но все-таки мини вот такой вот обиду мы все равно еще держим на локомотив. Поэтому будем стараться и постараемся обыграть их крупнее в следующем сезоне. Сборная сезона. Сафонов, Скопинцев, Мурило, Дивеев, Марио Фернандес, Клайсон, Влашич, Зобнин, Краховяк, Жезус и Азмун. Вот она, пара моя нападения. Ну, как мы видим, не самые лучшие у нас игроки, естественно, на всех позициях. Я не знаю, такое вообще возможно или нет. Собрать 11 игроков сезона именно у себя в команде. Так, Диавара. Диавара, согласен, кстати, за 13 900 перейти к нам. Фаид за 26 400. Хотя, ну, тут на год у них разница, но Фаидов в 26 миллионов оценивают. Это очень, мне кажется, много. Так, Диавара, Заид, ежемесячный отчет. Лучший игрок стал, кстати, Азмун. Но это мы чуть-чуть попозже посмотрим. Так, тренерская карьера. Да-да-да. Третий чемпионат России подряд. Всего лишь один кубок. Мы два года подряд не можем кубок России выиграть. Ну и переходим дальше. Итак, предложение по моим игрокам. Портей в Бару Семенхен-Гладбах. Но мы все-таки решились продавать. Ну, кстати, смотрите, мы сейчас можем там навариться побольше его рыночной стоимости. Портей провел у нас за этот сезон 31 матч. Средняя оценка 5.8. Всего лишь одну голевую передачу отдал. Поэтому, ну, как-то так. Я его, в принципе-то, покупал на один сезон в надежде, что это будет последний. Но вот не получилось. Сити готовы вернуть Жезуса за 93 миллиона. Это мы отклоняем. Сантоса хотят купить в Ниццу за 5.700. Почему-то по Сантосу прям такие топовые предложения пошли. Хотя мы его никуда и не выставляли. Так, еще опорники. Маркинис, 29 лет. Но это то же самое. Я, в принципе-то, могу рискнуть. Давайте попробуем. Так же, как с Портеем было. На один сезон чисто его бы подписать, а потом продать. Посмотрим. Вдруг хороший вариант. 8.6 все-таки рейтинг. Не хухры-мухры. Сумаре. Вот Сумаре. Это уже поинтереснее вариантик. Ифу и за копеечки тут можно подписать. Так, ну и нашли нам еще одного опорника. Тонали. Ух, Тонали. Это Тонали. Ох, а мне больше и не туда никуда. Поэтому давайте я его пока что добавлю в список. Я бы вместо вот этого Заида бы. 82. Отменю с ним переговоры. И попозже мы тогда бы с Тонали бы договорились. Отправил бы ему предложение. Так, работа в Аяксе. Нам предлагают Санчес прогрессирует в Лестер-Сити. В сборную месяца попал Малком и Жезус. По рейтингам Фоден плюс 1. Элведи плюс 1. Шатов даже у нас уже в этой молодежной академии есть. Сантос минус 1 к рейтингу получил. Обидненько. Так, что еще? Так там, да. Аякс. Ну давайте посмотрим на Аякс. Посмотрим. Итак, у нас переговоры. Давайте по моей команде сначала посмотрим. Партея. За 50 миллионов согласно купить Баруси Мюнхенгладбах. Просто наварились. Я не помню, какие-то копейки может быть я покупал Партея. Супер. Так, ну идем в Краснодар. Да, Барюс вот в Тоттенхэм. Вообще супер. Сейчас двоих своих возрастных опорников продадим. И все супер будет. Ну вот за 15 с половиной ниже рыночной стоимости мы его скорее всего сейчас продадим. Это обидно. Но да ладно. Так. Сумаре согласен. И Маркини согласен. Я бы сразу Маркиниса подписывал. Все. Сразу Маркинис первый. Вот вместо Партея он к нам присоединяется. Так что я надеюсь, что Маркинис как раз из ПСЖ того ПСЖ, которые нас выбили в финале Лиги Чемпионов. Поэтому мне кажется, что это будет просто идеальная сделка. Ну и кстати у нас денег. Он в зарплатном бюджете кот наплакал. Поэтому ждем, когда еще и Вилмара Бариус. Ох, я что-то не то натыкал. Я не то натыкал. Тонали, к сожалению, сейчас походу. Я ему много денег там предложил. Очень много. Сейчас из-за радости того, что мы подписываем Маркиниса, я большие деньги за Тонали готов сейчас заплатить. Так, переговоры. Моя команда опять. Смотрим. Так, ну Партея уходит. Да, в Баруси Мехенкладбах. Лунев, Краснодар. Тоттенхэм 13,5. Все. Еще 4,800 зарплата у Бариуса была. Снухшибательная. Так, и что Тонали? За 32 миллиона. За 32 миллиона. Ну, я вряд ли буду Тонали подписывать, потому что за 32 миллиона я могу вон Сумаре подписать. Мне буквально на сезончик надо Сумаре. 24 года ему. Почти как Тонали. Ну, вряд ли Тонали что-то из себя покажет. Поэтому я вот Тонали отклоняю Диавара. Отмена. И вот подписываю Сумаре из Валентии и Маркиниса из ПСЖ. Так, смотрим, все ли нам хватает. Все ли нам хватает. Замечательно. Все. Мне еще и на какой-нибудь еще один трансфер хватит. Скауты мне находят до сих пор опорников, кстати. Ну, вот Марк Слорен. Там был бы интересный, конечно, вариант. Тоже 86-й рейтинг. Был бы как у Маркиниса, только его бы мы на подольше могло бы нам его хватить. Закария. Я не помню. Вроде мы с Закарией общались. Если мне не изменяет память. Так. Все. Дальше теперь смотрим по возрасту, по убыванию. Мы продали Лунева, Портея, Бариуса. Дальше идет Пикфорд. Ему 29 лет, кстати. Поэтому 29-летних мы всех оставляем пока что. Смотрим теперь на рейтинг. Фарфан, Санчес, Хлакин. Это понятно. Вот Лунева мы продали. Теперь вот Дугла Сантос действительно идет. Выставляем его на трансфер. И ищем нам левого защитника в команду. Так, мы начнем с группового этапа Лиги Чемпионов, нам говорят. Замечательно. И мы на третьем месте. Были на четвертом, стали на третьем. В мировом рейтинге клубов. Итак, переговоры в моей команде. Смотрим. По Дугласу Сантосу сразу же пришло, кстати, предложение. Из Шанха Сибге. За 5 миллионов 300. Но мы поднимаем до 7400. Мы в любом случае найдем, я надеюсь, хорошего левого защитника. У нас и деньги на это есть. Поэтому дай бог, чтобы скауты хорошо там поработали. Так, Сантос, работа в Краснодаре, кстати. Харимаш Харан предлагает намные продления. Контракт сейчас было бы вообще шикарно. Перейти в Краснодар и снова тренировать Лунева. Либо его снова оттуда продать. Поэтому я продлеваю контракт с Зенитом в любом случае. Так, и переходим дальше. Итак, а у нас последний матч против Олдбойсов. Я бы просто хотел бы посмотреть, кто заканчивает карьеру. Муслера, Келлини, Тьягу, Чорлука, Куадрадо, Сантика, Сорла. Так, было из Матюди. Рауль Гарсия, Мануэль Фернандес, Дзагоев, Моралес, Буфон, Акинфеев, Родригес, Шкрител, Видо, Глиши, Стехан, Стевес, Пандев, Буатенг, Ари и Стуани. Поэтому пропускаем матч. Смотрим, как мы их обыграли. Минимально, но да ладно. Что ж тут издеваться над старичками. Так, ну у нас плашка все. Переходы в следующий сезон. Поэтому мы подводим сейчас итоги. Во-первых, начнем давайте с чемпионата России. Потом перейдем плавненько к Лиге Чемпионов. Ну, таблицу вы, естественно, все видели. Зенит третий год подряд становится чемпионом России. И лучшим бомбардиром этого сезона стало Жезус и Азмун. Кстати, 16-15 голов в паре наколотили 31 мяч эти парни. Ну, молодцы. Просто молодцы. Дальше Шамуродов у нас и Чалов. Кстати, ну вот все четыре нападающих у нас в топ-10 бомбардиров. Мне это радует. Лучшим ассистентом, кстати, Азмун. 11 голевых передач. Чалов есть, Дриуси, Малком и Жезус. В топ-15 ассистентов российской премьер-религии этого сезона. Ну, индивидуальные титулы. Азмун – игрок сезона. Жезус – золотая бутса. Азмун – лидер голевых передач. Ну, и я, так сказать, Роберто Карлос – главный тренер сезона. Ну, сборную сезона не будем смотреть. Смотрим. Кубок России. Кто выиграл? Все-таки Локомотив. Минимально в финале обыграли Краснодар. Вот им и трофей. Хватит, мне кажется. Байромян, кстати, стал лучшим бомбардиром в Кубке России. Ну, и наш тут в топ-10 только Федор Чалов. По голевым передачам Норман стал лидером. И Клюверт с Караваевым в этом тоже топе. Клюверт успел за полгода участие в Кубке России. Две голевые дожидать. Там, скорее всего, за один матч. Индивидуальные титулы. Лучший игрок Антон Миранчук. Байромян Норман по золотой бутсе и лидеру голевых передач получил. И Николич – лучший главный тренер сборной. Давайте посмотрим. Может, кто-нибудь из нас попал. Да? Чалов и Караваев. Вот как-то так. Ну, и суперкубок. Что здесь? Смотри, 2-1 обыграли Ротор. Ничего там не присуждается. Прямо такого. Так. Лига чемпионов, которая мне очень интересует. Кто выиграл? Так, это не групповой. Нам надо раунд сплэвов сразу. Раунд сплэвов выиграл в финале Атлетика. Вот так вот Бавария. Так что замечательно их тоже наказали. Ну, мы понимаем, что Атлетика, Мадрид теперь очень серьезный соперник. Ну, и Бавария тоже. Все вот эти вот две команды. Кто там, кстати, еще вылетел-то? Манчестер Сити – это не очень. Потому что, ну, вроде как, Манчестер Сити обыгрывали, если я не ошибаюсь, в прошлом сезоне. Правда, если мне не изменяет память, но мы обыгрывали Манчестер Сити. Вот. Ну, так что будем понимать, что Атлетика и Бавария – это очень серьезные команды. Так же, как было у нас в ПСЖ на стадии 1-8. Посмотрим, что будет в следующем сезоне. Лучшим бомбардером стал Лукаку. У нас Сердор Азмун на третьей строчке. И Федор Чалов на 12-й. Ну и лучшим ассистентом стал, кстати, Габриэль Жезус. 6 голевых он отдал наравне с Маркосом Льоренте на третьей строчке Малком. 4 голевые. И все. Вот два наших топовых ассистента в Еврокубках. Ну и давайте по Лиге Европы пробежимся. Выиграл ее Тоттенхэм. Кстати, вот их с первым трофеем, с почином за такое долгое время. Ну и все. Не вижу смысла что-то еще дальше здесь смотреть. Поэтому на этом мы заканчиваем третий сезон за Зенит. Начнем четвертый. Так что все зависит от вас. Набирайте лайки и поскорее выйдут следующие у нас видеоролики. Спасибо всем за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол. Это же до новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok